Улица Электронная, тротуар уходит буквально из-под ног прохожих. Как рассказали очевидцы, провал здесь появился через несколько дней после ремонта. Сейчас жители обсуждают мастерство дорожных рабочих в соцсетях и на лавочках. Как вы оцениваете такое мастерство дорожных рабочих? Ну какое же, какое тут мастерство? Это не мастерство, это, я не знаю, как даже назвать. Ну халтура какая-то, все так делают плохо. Люди обходят, зимой снегопады были, люди вон там лазили все. Сегодня первый раз я здесь пошла и увидела. На Антонова тоже автобус провалился. Леонид студент классического университета. Говорит, провалы и ямы в городе уже настолько привычны, что никто не обращает на них внимания. Поэтому как только яма появилась на новой набережной, он просто залез в нее и сфотографировался. Лень, расскажи, как ты до этого додумался, а главное зачем? Проходя с компанией моих товарищей по новой набережной, мы увидели вот этот вот огромный развал. И, ну собственно, мы решили начать этот флешмоб и сделать креативную фотографию в виде, так сказать, политической сатиры на данную проблему. Я как понимаю, у тебя теперь есть последователи из Хорватии. Как ты думаешь, они видели твой снимок? Ну я не знаю, видели они, но такое правое дело я, конечно же, поддерживаю более чем за их, собственно, вот это движение. В Саратовце действуют по главному психологическому принципу. Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Ямы, появляющиеся в городе, как грибы в лесу, горожане высмеивают давно. Этой весной одну из дыр на улице Кузнецова заткнули мягкой игрушкой пандой. Она спасала автовладельцев от неизбежной аварии. Готова? Да, я загораю тут. Еще год назад яму своим телом закрывала стилист и модель Анна Москвичева. Ее фотографии с розовым фламинго долетели до столицы. Яму закопали, а блогерша стала популярной. Только после этого появились еще десятки, а то и сотни провалов. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.